Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Альберт Бурага, мастерская трейдера, где, друзья, крутятся все главные события и аналитические изыскания в нашей стране. Мастерская трейдера. Всем советую поставить, кто еще в силу каких-то странных обстоятельств еще этого не сделал. И Альберт Бурага, создатель мастерской трейдера, уже с нами наш коллега из Краснодара. Альберт, приветствуем вас! Приветствую, друзья! Игорь Николаевич, все, кто смотрит и слушает Ютро и ТВ. Ну что, сегодня четверг, значит, мы снова с вами сегодня вместе подведем какие-то промежуточные итоги и посмотрим, что все-таки есть на рынке интересного, на что нужно, как говорит Игорь Николаевич, обратить внимание в первую очередь, а что лучше вообще не трогать. И такие, в общем-то, инструменты есть. Ну давайте обо всем по порядку. Я включу сейчас демонстрацию рабочего стола. И мы с вами пробежимся по нашим инструментам. Начинаем мы, как всегда, с валют, с пары евро-доллар. И смотрим, что же у нас было с начала недели. Ну, чтобы понимать, что происходит сейчас, на что нужно, в общем-то, обращать внимание, давайте немножечко откатимся назад несколько дней, глянем с понедельника. Ну, я так обычно делаю. Так, в общем-то, и вам понятнее, и тем, кто только присматривается к моей торговой системе. Итак, значит, у нас с понедельника был недельный уровень 1.18.19. С ним все нормально, цена его отработала. Тут же в этот день мы получили сигнал на снижение, полетели вниз, правда, попрыгали. Потом была попыточка номер 2 пойти вниз. Вчера была третья попыточка. И, тем не менее, нижняя граница канала хеджеров не пропустила цену по 3-4 раза подряд. То есть это говорит о том, что все-таки идти ниже отметки 1.17.66, по крайней мере, сейчас либо не хватает мощи, либо не хватает желания. Вот. А, скорее всего, в головах у трейдеров нет понимания того, что дальше делать. То есть те новостные события, которые планировались на эту неделю, они привели к тому, что трейдеры, в принципе, были неактивны и не готовы к каким-то трендовым движениям по данному инструменту. Вот это, в принципе, было видно, ну, очевидно, как говорится. Поэтому сигнальчик, который был на снижение у нас в понедельник. Если кто-то не закрывал его там в плюсе, да, при достижении границ канала хеджеров, хотя это, на самом деле, было рано, мы по нашим правилам ждем по несколько ниже пунктов на 80. Вот. Кто не закрылся, я сегодня выдал команду закрыть как есть. Действительно, я согласен с Игорем Николаевичем, который сказал, что рынок сегодня очень непредсказуемый. Вот. Это по всем практически инструментам видно, по некоторым чуть больше, чуть меньше. По евро действительно нужно все-таки сегодня закрыть позицию, поэтому я дал команду у нас в чате закрыть позицию, маленьким плюсиком выйти с рынка и все, и постоять в стороне. У нас нет сейчас открытых позиций по паре евро-доллар. В общем-то, все. Мы недельку как бы на данный момент закрываем с плюсом и хорошо себя чувствуем. Понятно. На сегодня, конечно же, сигналов, в принципе, вот таких ярких нет. Есть какой-то сигнал еще повторный на снижение, но он настолько далеко. Мы сегодня в чате с ребятами его обсуждали и, опять-таки, в общем, его, как говорится, похоронили. И торговать сегодня не нужно из-за новостного фона. Да и сигнал очень далеко такой, он очень-то слабый-слабый. Поэтому день сегодня под вопросом, рекомендация общая, закрыть сделочки. Не более, что все цели, ну, в принципе, более-менее были на неделе отработаны и достигнуты ценой. То есть стоим в стороне и смотрим, что будет происходить. Вот такой расклад получается. Значит, по опционным зонам давайте пробежимся по-быренькому. Значит, одна опционная зона, которая была в этом месяце 1.18.24, она по большому счету отработана. Попытка цены выскочить за границы, вот раз была попытка, вот сейчас вторая пытается попытка осуществиться. Пока она не успешна. Если действительно все-таки оторвемся и уйдем вниз с обновлением последних лоев, это будет хороший, в общем-то, момент для того, чтобы подхватывать цену и потом идти вверх. У нас сейчас есть долгосрочная цель, пока еще есть на 1.20.50, она все еще в работе. Ее пока не отменили, но она может быть отменена в любой момент. Поэтому внимательно следите за моими обзорами. Что я об этом дам знать. Но пока вроде бы все в порядке, все в балансе. Серьезных отклонений по данному инструменту у нас не наблюдается. Дальше фунт. Значит, недельный уровень на отметочке 1.38.065. До сих пор не отработан. Цена очень сильно отклонялась вниз в течение недели. Доходила до границ канала хеджеров. Вот вы опять видите, было две попытки пробить. Не увенчалась все это дело успехом. Причем были реально даже сигналы у нас на продажу. Да, вот здесь вот. Вот. Не получилось. Новостными свечами все это дело повыбивало. И сегодня с отскоком от месячного объема цена двигается в сторону недельного уровня. Куда я думаю, все-таки мы и прибежим. 1.38.065. Все-таки отработать его не мешало бы. Дальше. Вот сегодня как раз таки интересный момент по фунту. Смотрите. Я вот тоже в чате уже говорил. И здесь еще расскажу. Обращу ваше внимание, коллеги. По фунту сегодня аномальные наборы контрактов. 647 колы, 620, 665, 640. Путы пошли 593, 478. И там снизу еще. Сколько там? 634. Сверху колы, снизу путы набирают в большом количестве. То есть это, скажем, было бы абсолютно нормальным явлением, если бы это происходило в первый день после экспирации. Ну, кто-то запоздал, кто-то пытается вдогонку скачить в последний вагон уходящего поезда. Когда накидывают контракт, и, в общем-то, это было бы нормально. Но в середине опционного периода накидывать контракты в таком большом количестве, друзья, это, как говорится, неспроста. Здесь что-то где-то зарыто. Поэтому сегодня основная рекомендация не работать по инструменту. Ставим крестик. Все. И смотрим со стороны, что будет происходить. Завтра пятница. Завтра, ну, посмотрим, что будет. Хотя я не уверен, что в пятницу что-то разрулится. Поэтому мы сегодня просто стоим в стороне. Ну, при этом еще выполнился у нас ФОП уровень, который был во вторник получен. То есть это уровень, который мы отслеживаем по нашей таблице ФОП 2.0. Он говорит о том, что нас ожидает флэт в течение полтора-два дня. Ну, вот мы, собственно говоря, его и получили. Видите, вот такой вот флэт возле этого уровня. Здесь все как бы отработалось. Ну, глобально ждем на красный балансовый уровень, на недельный уровень. Вот туда. Но сегодня я бы не становился по инструменту. Все-таки как-то здесь очень, я бы так сказал, стрёмно, да, вот такое выражение бы подобрал. Молодежное. Как-то непонятно и, в общем-то, не уверенно себя здесь чувствую. Поэтому я бы сегодня постоял в стороне. Эти вот наборы, они не дают ничего хорошего, на самом деле. И вам тоже рекомендую не трогать сегодня фунт. Пусть он спокойненько дойдет, там до недельного уровня, там до красного балансового. Но это без нас произойдет. Мы постоим в стороне и понаблюдаем. Дальше фунт по опционным зонам. Ну что, здесь пока все в порядке. Первая опционная зона отработана. Было сильное отклонение. Сейчас возврат на эту же опционную зону 1.37.91. И у нас есть еще вторая опционная зона 1.39.92, которая тоже в средние сроки должна быть отработана. Ну вот пока все идет по плану. Пока все, в общем-то, как мы видим, у нас развивается правильно. Хорошо, ясно, да? То есть вот туда на 1.39.92 мы с вами будем целить в ближайшее время. Так что отметьте себе этот уровень и просто наблюдайте за ним. Так, австралиец. Ну, австралиец, в принципе, на этой неделе неплохо нам дал заработать. Да, была одна сделочка плюсовая, одна минусовая. Вот сейчас буквально перед эфиром на Ютро ТВ я закрыл плюсовую сделочку. Ну, 73.79. Хорошо, довольно-таки отработали. Да, честно говоря, ожидали мы немножечко больше взять по этому входу. Это был отбой от баланса уровня, но тоже неплохо. Так, значит, что я упустил. Да, недельный уровень 0.74.31. До сих пор не отработан, коллеги. Поэтому есть еще два дня, в принципе, торговых цене подбежать вот к этой отметочке. Вполне может быть. Плюс сегодня по индикатору Strike у нас есть набор 10 контрактов. Ну, вроде бы немного, но для австралийца и так сойдет. В конце концов, не пуп земли, а обойдется этим. Так что баевый сигнал, баевый сигнал есть как раз вот в сторону недельного уровня. Вполне можно было заскочить. Кто, как говорится, пол седьмого получил наши индикаторы, тот уже, в принципе, в плюсе на 20 пунктов. Друзья, ну, поздравляю, по-моему, хорошо. Даже больше. Нет, не больше. 20 пунктов. Вот такой расклад. То есть пока держим бай, баевые позиции. Да, он тут крутанулся, развернулся и на недельку сейчас идет. Я думаю, что он все-таки успеет сходить за оставшиеся два дня. Ну, может быть, догонит в понедельник. Вполне может быть. Вот такой расклад. Так что австралийца здесь к нему пока претензий нет. Он, в общем-то, идет неплохо. Так, дальше. Опционные зоны по австралийцу. Смотрим. Одна опционная зона, определившаяся с самого начала, после экспирации, отработана. Было отклонение. Сейчас идет возврат. Тоже, видите, на 0.7441. Тоже там ждем. Там же где-то еще и недельный уровень болтается. Так что вот туда спокойненько прибежим. И пока все. Больше опционных зон нет. Долгов тоже нет. Тоже здесь все, в общем-то, в порядке. Хорошо? Хорошо. Так, канадец. Вот, конечно, вот он нам мозг выносил на этой неделе. Продолжает этим заниматься. Но давайте по порядку. Недельный уровень. 1.2551. Вчера феерично, в общем-то, на новости его долбанули хорошо. Проломывая все всевозможные вообще объемы. Все, что только можно. Ну, ладно. Дальше. Значит, в понедельник был у нас сигнальчик. Вообще вот филигранный сигнал. Там пункт в пункт отбились от верхнего баланса уровня. Соответственно, сигнал вниз там, ну, по правилам посчитали take profit. И вчера закрывали 170 пунктов. Все правильно. Хорошо. Вот. При этом, правда, был у нас сигнальчик еще на байфчера выходил. По нему получили лоси. Ну, там совокупно где-то пунктов на 50 стандартным лотом против 170 пунктов, да, стандартным лотом нашим рабочим. Ну, соотношение пока плюсовое. Это хорошо. Сегодня есть сигнал на снижение. 51 контракт трейдеры набрали. Замечательно. Пожалуйста, можно, в общем-то, работать на снижение дальше вниз. Ну, насколько можем двигаться. Ну, обычно мы двигаемся пунктов на 70, на 80. Там дальше смотрим. Куда мы дальше пойдем? Ну, нормально. То есть пока вниз по этому сигнальчику. Вот, кстати, уровень ФОП тоже, в принципе, отработан. Пофлетили чуть выше, чуть ниже. Вчера еще раз к нему подходили и потом уже влетели вниз. Так что тоже, в принципе, кто вот у меня учился на курсе ФОП 2.0, да, тот эти уровни может считать и спокойно на них работать. Кстати, хорошая вещь для тех, кто торгует роботами во флете. Вот, прям замечательная штука. Так, понятно, да? По канадцу у нас пока идут целовые сигналы. Так, дальше переключаемся. Смотрим теперь канадец опционные зоны. Так, первая опционная зона отработана. Вторая опционная зона отработана. Все видите, да, отклонения. Я говорил тогда еще в четверг, в прошлое, что здесь ищем момент для похода вниз и вплоть до опционной зоны 1.25.91, куда мы, собственно говоря, вчера и пришли. Кто помнит мои прогнозы, да, с прошлого четверга, все, в принципе, здесь по канадцу отработалось. Все отлично. Так, франк. Франк у нас что? Ну, в понедельник закрыли в плюсе отскок от баланса уровня. У нас, конечно, помотыляло, но мы закрылись согласно расчету тейк-профиту. Вот прям четко-четко маленький плюсик у нас был. При этом недельный уровень 0.91 тоже отработался раз 15. Дальше поход цены к границе канала хеджеров. Было принято решение, в чате я об этом тоже писал, прям в режиме онлайн, что, ребята, было два варианта стать на продажу. Выбрали один наиболее перспективный и по нему, в общем-то, запрыгнули. Сейчас у нас в плюсе почти 60 пунктов по четвертому знаку. Перевели ордер в безубыток. Все, теперь ждем. Потенциал хода на самом деле очень хороший. Это прям такой колоссальный потенциал хода. Это до красного баланса уровня. То есть мы, в принципе, предполагаем взять 222 пункта по четвертому знаку. Это по франку. Ну, там, конечно, рынок нас рассудит. Может быть, умерят наши аппетиты. Но, тем не менее, пока прогноз у нас остается такой. На сегодня что? Ну, в принципе, ничего. Нет абсолютно. Контракты все молчат. Все у нас пусто. Баланс в уровне все далеко. Поэтому мы до них вряд ли добежим. Поэтому кто в рынке с нами молодцы. Кто не в рынке. Сегодня просто постойте в стороне. Понаблюдайте. Посмотрите, что будет происходить. Вот. Сегодня как бы не совсем такой простой день. Так. Франк по опционным зонам. Здесь все просто. Первая опционная зона отработана. Вторая опционная зона 0.9. Все еще в строю. Ее никто не отменял. Так что, в принципе, коряческо-коряческость. Мы должны прийти к отметочке 0.9200 фактически. Это тоже совпадает с нашим входом. Там мы помним, да, от макушки. Как раз туда до красного баланса уровня. Тоже примерно вот все в одну дудку дует. Это хорошо. То есть средний срок тоже идет в нашем направлении. Ну, так что смотрим, как говорится, и наблюдаем. Иена. Ну, паение у нас на недельке что? Недельно отработано вчера был, да. Тут у нас было две сделочки. Одна плюсовая, одна отрицательная. Ну, иена, в общем-то, сбрыкнула. А паение сейчас, кстати, я бы не рекомендовал вообще работать и смотреть, какие бы то ни было сигналы. Не только по моей системе, но и по вашим тоже. Потому что паение выходной. У них там сегодня один праздник. Завтра там другой праздник. Там в субботу будет что-то еще наверняка. То есть иена сейчас как-то так, скажем, мягко, слабо контролируемая, слабо управляемая. Вот она добежала до красных балансовых уровней, как говорится, успела впрыгнуть сама в последний вагон. И, в принципе, болтаться на красных уровнях может спокойно вплоть до вторника. Вообще без проблем. Потому что если нет новостного фона, цена, видите, болтается на красных балансовых уровнях. И очень хорошо. И только новостные свечи могут ее оттуда сорвать. Ну, посмотрим, что будет происходить. В любом случае, по иене именно рынок, ну, такой, так называемый тонкий. Да, то есть Япония не торгует. Вот. Поэтому смотрим со стороны. И я тоже давал рекомендацию в чате. Не торгуем. Давайте поглядим, что будет происходить. Так, опционные зоны по иене. Ну, тут все просто. Была одна опционная зона отработана. Вторая опционная зона была. Ее сместили вниз. Ну, она, в принципе, тоже отработана. Здесь, здесь все. Больше пока ничего нет. То есть, в принципе, на данный момент к иене вопросов нет. Все отработано. Дальше будем смотреть. Вот берем паузу. Я думаю, до понедельника по иене. А там дальше будет видно. Так, хорошо. Валюты пробежали. Все понятно. Дальше переходим на металлы. По металлам. По металлам пока идет флет. Вот такой вот среднесрочный флет. Мы тут уже почти третью неделю вот болтаемся в этом коридоре фактически. Ничего интересного нет. Хаотичные наборы на страйках. Вот они идут. Я наблюдаю за ними. И как бы пока не видно никакой четкой картины по золоту. Друзья, кто торгует по золоту, смотрите, аккуратней. То есть, да, вроде бы с одной стороны мы реагируем на месячные объемы. Да, там цена где-то их отскакивает, что-то пытается делать. Но, с другой стороны, само их возникновение очень хаотично. Нет понимания пока на движение по тренду. Вот даже вот сегодня, смотрите. Ну, сегодня вообще понятно, да, то есть день такой сложный, информационный. Зажали золото. Сверху вот двумя страйками набрали контракты. И снизу двумя страйками набрали контракты. Видите? Причем самое, что интересно, те страйки, которые ближе к цене, тут и объемы побольше. 220-256, а те страйки, которые подальше, тут и объемы поменьше. 146-154. Ну, как бы кому-то ни о чем не говорит, но тем, кто уже глаз на металл, говорит о том, что это все неспроста на самом деле. И сегодня будут стараться хеджировать цену в этих, вот в этом диапазоне между этими страйками. Это как раз примерно получается 18.09 и страйк 17.94. Вот здесь пробить их сегодня на новостях будет очень и очень сложно. Ну, как говорится, будем посмотреть на самом деле. Ну, вот здесь, по крайней мере, вот сегодня хоть что-то четко и понятно вырисовалось по золоту. Если в случае пробьет, это было бы здорово, да. Пробивается, допустим, оба страйка и в полночь мы фиксируемся за ними, то ретест и уход вверх это уже гарантированно. Или же пробой вниз, ретест и уход вниз тоже гарантированно. Но я что-то сомневаюсь, что сегодня что-то из этого случится. Хотя рынок такая штука. Ладно, дальше серебро. Так, смотрим серебро. Сейчас, секундочку, поднастрою, потому что... Что-то я его сегодня даже не смотрел серебро. А, ну а что тут смотреть? Вот почему я его и не смотрел. Наборов на страйках у нас нет. Вчера что-то было. Ждали мы, что, может быть, добежим до нижнего страйка. Тут 170 контрактов набирали. С хорошим отскоком ждали. Там отложник стоял, надо будет его уже убрать. Но не добежали. Не добежали, все. А сегодня вообще день пустой. Смотрите, нет страйка. Вот если золото уплотнили вот по максимуму, как смогли, то серебро абсолютно никакого интереса нет у трейдеров. Ну нет и нет. Значит, смотрим со стороны. Хорошо. Так, переключаемся на натуральный газ. Смотрим, что же у нас тут такого интересного набежало. Вообще, конечно, цены в Европе на газ не падают. Мы перевели торговлю по газу в средний срок, долгой срок. Это значит, что мы, в принципе, сейчас не реагируем на балансовые уровни на страйке. У нас там совсем другая методика в работе. Но глобально смотрим вниз и ищем варианты на снижение. Вот такой расклад получается. Плюс, в принципе, цена дошла до границ канала хеджера, до верхнего. И выше подниматься уже некомфортно вообще всем абсолютно. Поэтому я думаю, что уже пора-пора. Ну, может быть, не сейчас. Может быть, экспирация пройдет по газу и начнут сворачивать вниз. Ну, давайте посмотрим. Не будем загадывать на самом деле. Вот. Ну, конечно, задрали очень высоко. Это как бы для газа, ну, понятное дело, не такие нереальные цены. Вот. От этого сильно страдает зеленая энергетика в Европе. Так, ладно. Дальше. WTI. Смотрим нефть марки. Легкая нефть. И какие у нас варианты есть на сегодня. Здесь, по крайней мере, последние три дня что-то более-менее понятно. Вот. Недельный, кстати, не отработали. Уровень 72.05. Надо бы его еще отработать, подняться хотя бы немножко. Да, проваливались. Потом видно было, что укрепляли дно. Тут по 3600-4500 контрактов набирались. Сегодня чуть меньше. Видно, что, да, укрепляют. Но, с другой стороны, и вырисовывают верхний диапазон. Тоже здесь набирают и по 8000 контрактов, и по 9000. И вот сейчас попытка пробить вот эти уровни и задрать цену на нефть, но пока не получается. Все безуспешно, друзья. Тоже получается такая вот у нас вилка на сегодня. Уровень 69.89. Вот она. И уровень 65.15. И пока мы вот здесь вот входим в этом диапазоне, для нас все очень неопределенно. Пробьем в полночь вверх. С ретестом можем пойти выше. Закроем в полночь ниже, между сильными месячными объемами вот этими. Это опять продолжение неопределенного периода. Так что, как говорится, давайте будем смотреть и уже разбираться по факту. Вот. Ну, а так, в целом, пока здесь особых вариантов не было. Торговых ситуаций у нас тоже не было. Ну, были какие-то там отскоки от месячных объемов. Вот уж шпильками брали. Но это так. Это на любителя. В общем, такие вещи. У нефти. Ну, конечно, неплохие, но лучше ловить диапазоны побольше, потому что бывает, что на мелочах выносят. Так, ну, ладненько, дальше двигаемся. Американский индекс. Сейчас пробежимся, глянем, что же там у нас. Хорошо их покидало на этой неделе. На самом деле, индексы прям так приятно было. Ну, и приятно еще видеть то, что действительно цена ходила не просто так, да, она ходила именно до тех уровней, которые мы с вами ждали. Помните, неотработанный недельный. Вот она, пожалуйста. Касание границ канала хеджеров, как это вот тут вот тоже было, тоже, пожалуйста, все отработалось. И опять вернулись на свой уровень. И опять балансово улетает вверх. Соответственно, флет с уклоном вверх. Ну, вот как-то так у нас получается по S&P. Дальше. NASDAQ. NASDAQ пока болтается в таком широком флоте. Тут он еще не выполнил задание. Ему бы сходить еще ниже. В принципе, было бы неплохо. Ну, сегодня балансово переезжает вверх. Поэтому флет с уклоном вверх. Так же все у нас продолжается. Dow Jones. Ну, как всегда, живет своей жизнью. Делает то, что хочет. Абсолютно слабо прогнозируемый. Но как слабо. В принципе, он просто менее волатилен. Поэтому очень долго все отрабатывает. Ну, а так, вот как мы ждали. Долгое зависание на границе канала хеджеров. Я об этом говорил. Мы висели. Дальше упали красный балансовый, отработали. Здесь все в порядке. Отработали еще даже вот здесь вот недельный все поотрабатывали. Сейчас опять подскочили до текущего недельного уровня. И у нас, я так понимаю, балансовый уровень улетел в Тартарары очень высоко. Вот он наш сюда, видите. Вот так вот таким вот гэпом ушел. Соответственно, вниз пока мы не ждем. Но с другой стороны, и пробить границу канала хеджеров, вот это вот будет непросто, друзья. То есть мы будем видеть сначала вот несколько дней вот такого вот зависания на этой границе. Это 35,057 примерно где-то здесь. И только потом, может быть, будут какие-то рывки на движение вверх. Если это нужно будет. А пока видим только именно зависание цены. Увидим с вами. Так, и давайте посмотрим наш экспериментальный инструмент биткоин на бирже CME. Что у нас есть? Неплохо биткоин на этой неделе сработал. Ну, во-первых, отработал недельку вчера. Ставим зачет, да, галочку. Дальше. Пробитый балансовый уровень тоже отработал. Вторая зачетная галочка. И спокойненько трикошетился от нижнего баланса уровня. Тоже третья зачетная галочка. Ну, прям вот совсем молодец. Сейчас на этой неделе все поотрабатывал. Значит, что на сегодня можно смотреть на него? Если в случае пойдет вниз, внизу есть нижний балансовый уровень. От него можно будет смело ждать потом роста. Ну, прямо сейчас с места в карьер я бы никуда не прыгал. А вот от нижнего баланса вы поставите отложенник. Это у нас примерно отметочка. Давайте я вам сейчас скажу. 31,241. Вот от него можно будет потом выше прыгать. Ну, вот такой расклад по биткоину. Так, в принципе, пока все с ним понятно. Так, понятно, понятно. Ну, а теперь давайте к наш российский рынок перейдем. Пробежимся по нему. Недавно прошла экспирация на той неделе. Сейчас только наш рынок набирает силу. На самом деле более-менее вырисовываются границы каналов хеджеров. Более-менее что-то там где-то там определяется. Ну, теперь подробно. РТС. Сходил вниз, сейчас вверх. Завис на красном балансовом уровне. И пока будет болтаться здесь. Если никакого серьезного новостного фона не будет, мы с вами увидим вот такую вот картину. Красный балансовый уровень, вокруг которых пилит цена. День, два, три. И оторваться отсюда можно быть только новостным фоном. Все это такое прилипало. Ну, мы все знаем об этом. Дальше, значит, что у нас. Газпром. Хорошие были сделочки. Мы отбивались несколько раз. Все закрылось в плюсе. Шикарно. Сегодня у нас балансовый уровень прям под, фактически под ценой. Не совсем удобный случай. Я бы сегодня постоял в стороне и день бы сделал не торговым по Газпрому. Непонятно, что сегодня будет. Трейдеры не готовы оказались сегодня к движению. Близкий балансовый уровень. Ну, это и как и по валютам тоже. Это такой признак того, что произошел какой-то непонятный перекос на бирже именно в опционах. Вот. И лучше этот момент не проторговывать. Нужна ясность. Сегодня ее нет. Так что смотрим со стороны. Сбер. Здесь все пока нормально. Границы начинают формироваться в порядке. Цена находится между красным балансовым уровнем и нижним коричневым. Соответственно, если цена упадет до коричневого уровня, отскоком идем вверх в сторону красного баланса. Здесь все в порядке. Ну, а если подойдем на красный балансовый, то же самое, что по РТС. Вот та же самая картина, которая была у нас в том месяце. Подошли и долго-долго пилили. Все, вам понятно. Вот такой расклад. Так, сишка. Сишка. Ну, что у нас? Открывались на красном балансовом уровне. Так что-то у меня горло подсело. Я уже заканчиваю. Значит, если пойдем вниз, сегодня балансовый уровень не трогаем, потому что открывались выше. Если пойдем выше, то отскок от верхнего баланса вполне возможно. Здесь все нормально. Так, нефть марки Brent. Скорая экспирация, по-моему, 27 числа, если я не ошибаюсь. Вот так. Нормально сходили снизу. Отбились, да. Все в порядке. Сейчас открываемся под красным балансовым уровнем. Но, в принципе, мы на них и зависли. Видите, вот день-два болтаемся. Вполне можем еще день проболтаться. Завтра пятница. Да, можем вполне еще поработать. Но если упадем вниз, отскок от нижнего баланса и снова вверх. Колебания небольшие, но на этом тоже можно заработать. Вот такой расклад. Так что, в принципе, все в порядке. Границу этих хеджеров нижнюю не пробили. Филигранно прямо пункт в пункт от нее отбились. Хороший показатель. В этот день, кстати, был флет. Пофлетили. Отлично. Вот. Ну и потом уже ушли вверх. То есть, в принципе, по нефти бренд пока все в порядке. Она довольно-таки неплохо управляется. Ну, по крайней мере, я вижу в этом месяце. И сигналчики тоже выходят там один за другим. Ну, на этом все, друзья. Просто горло уже подсело. Вот. Если какие-то вопросы будут, задайте на них. Постараюсь ответить. Хорошо. Спасибо большое, Альберт, вам за ваш обзор. Давайте посмотрим на вопросы. Оксана спрашивает в 10.58. Альберт, вы с ребятами по евро торгуете сейчас в долгосрок. Куда стоите? По евро у нас... Оксана, по евро у нас сейчас краткосрочные сделки закрыты, как я уже сказал, да, сегодня в обзоре. Долгосрочных сделок пока у нас нет. Есть цель вверху, я ее сегодня озвучил, по опционной зоне. Вверху есть, но нужен сигнал на бай. Пока его нет. Как только он появится, байовый сигнал, мы, конечно, встанем и будем стоять до этой цели. Вот. Ну, мы его постоянно мониторим. Ну, главное, сегодняшний день спокойно пережить. Вот. Ну, мы с рынка уже вышли. Вот. И будем отлавливать вот этот вот сигнал на движение вверх. Вот так. Я понял вас. Спасибо большое. Анатолий Оренбург спрашивает в 11.00. Альберт, что с брендом будем делать? Что-то застыло, нефть на 72, никуда, ни туда, ни сюда. И примерно в апреле вы называли по бренду долг в 41. Актуален ли он на сегодня? Значит, смотрите, долг на 41, да, он актуален. Это некий долговой уровень, но сигналов на движение к этому уровню пока нет. То есть тут важно понимать, потому что некоторые, кто меня слушает, они иногда путают. Долговой уровень – это не значит, что мы прямо сейчас сваливаемся туда и стоим на эту цель. Это некая отметка, куда мы пойдем, когда будет сигнал идти на нее. Сигналов пока нет. Даже краткосрочных, в принципе, я особо не наблюдал сигналов. Вот. То есть как только будет сигнал, да, будем туда заходить и стоять. То есть как бы цель уже есть. Но пока их нет. Поэтому работаем с тем, что есть. Поняли вас. Спасибо большое за ответ на этот вопрос. Анатолий Оренбург уточняет тему. Он пишет. Альберт, в таблице, которую выкладываете, это 11.07, друзья, вопрос, в бренде указана дата экспирации 27 июля. На Мосбирже экспирация бренда 2 августа. Есть ли смысл торговать на Мосбирже этим контрактом после 27 июля до окончания жизни контракта, то есть до 1-го, 2-го августа, или лучше после экспирации опционов 27 июля переходить на новый контракт? Или все-таки подождать до 1 августа, пока опциончики разберутся с набором? Так вот, заметался Анатолий Оренбург и пытается. Ничего страшного там нет, Анатолий. Смотрите, это типичная ситуация, она возникает периодически. Вот давайте мы подойдем к 27 августа, да, там 28-го, и тогда посмотрим. Очень многое зависит от того, где будет цена. Если будут в этот момент сильнейшие отклонения цены, да, там, скажем, от нормы, то работать можно, это нормально. Если же мы увидим вот такую ситуацию, как сейчас, флетовую, непонятную, то лучше, конечно, поставить в стороне. Вот действительно. Тем более август месяц он такой по нефти, ну, всегда он такой муторный, непонятный. То есть я бы сделал так. Но если случай будет, в самом деле, реально хорошее отклонение, там выходы из лагеринца канала хеджеров, там, вверх или вниз, ну, бывает такое, редко, но бывает. Это хороший момент, его опускать не стоит. Вот. А так, если каша, то лучше отойти. Я понял вас ясненько. Спасибо. Коллеги, я обращаю общее внимание и Анатолия Айнбург, и Альберта, что 1 августа выходной, воскресенье, поэтому давайте уже фиксировать дату 2 августа, как актуальную. Поняли вас, Альберт? Спасибо вам еще раз за ваши обзоры, ответы на вопросы. Желаем вам успешной торговли и хорошего настроения. Спасибо, Игорь Николаевич. Друзья, всем спасибо, хорошего дня и всем нам профита. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok